21 февраля министр внутренних дел Башкирии выступил перед Крултайм с докладом об основных результатах деятельности ведомства за 2023 год. Как выяснилось, в республике уровень преступности в среднем ниже, чем по всему остальному Приволжскому федеральному округу. Уровень преступности, являющийся индикатором криминализации общества в нашем регионе, остается одним из самых низких, как среди субъектов ПФО, так и в целом по России. При показателях, которые привел министр, каждое третье преступление в регионе – киберпреступление. В 2023 году их рост составил 50%, а ущерб – более 3 миллиардов рублей. Ожертвуем мошенников в стадии свыше 14 тысяч жителей нашей республики. Особую беспокойность вызывает то, что теперь эта категория потерпевших может быть вовлечена в дистанционную деятельность. У нас также имеется резонансный фактор. В городе Уфа поджог пиротехнической продукции в отделении одного из банковских учреждений, в городе Ишумбай, попылка поджога здания в аренкоматах. Мы решили в первую очередь охватить профилактической составляющей всех государственных муниципальных учреждений, крупные оборонные и топливные энергетические предприятия. В докладе предков прозвучали слова и о недавних протестных акциях в Баймаке. Первая очередная задача вывести из-под ударного и нужного наиболее приоритетного вмешивания радикалов, которые пытаются дискредитировать органы государственной власти и насаждать псинофоргию, используя тайные стандарты. Последнее событие в Башкирии это как раз тот случай. Планомерная обработка населением и не зарубежными деятелями, а в прошлом бывшими нашими земляками и не только ими, осуществляется весьма продолжительное время. Под положительными предлогами это экология и азерблататор о нуждающихся, а за этим на самом деле скрываются призывы к отелению Машкортостана от России, этнической и религиозной нетерпимости. Очевидно, что организаторы, участники и санкционированных акций никак не ожидали жестких правовых санкций. Тем не менее, тема экологии была упомянута в докладе министра. Добычу ископаемых в регионе чиновник назвал варварской, упомянув, что 32 компании работают с многочисленными нарушениями. 31 января киевского года существовал в Учинский район. Как результат, 32 предприятия, имеющие различные родные церкви, ведут золотую добычу, и большинство из них с нарушениями. Но можно назвать это даже варварским способом. Уважаемые депутаты, нам необходимо совместно решать эти вопросы. Иначе эту повестку подходят так называемые поводники, зеленые, другие сильные активисты и экстремисты. При всех успехах, о которых рассказал предком, министерству пришлось столкнуться с недостатком кадров. Причиной тому могла стать низкая зарплата. Вопросы эти решаются. Но тем не менее, я не собираюсь сейчас скрывать там, как выводить заблуждение. Более 18% у нас не комплект. У нас порядка 10% женщин. При всей моей любви, ярко выраженной элитиросенсуальности, я не сестра, но это новый взгляд-перебор. По моему мнению, по моему субъективному мнению, и денежное содержание сотрудника подвижного поставок извода не на порядок процентов на 30, но меньше, чем денежное содержание контролеров и девочек. Наверное, это не совсем правильно. В том числе, это я и к вам прощаюсь. Так как законодателям.